Компьютер Юниверс 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 товары они тоже входят в эту же категорию но не суть я оказался прав друзья на самом деле так оно и есть если проследить за категории телевизоры то можно посмотреть что в целом разница если мы с вами говорим о 40 дюймах либо от о 32 дюймах то например в местном магазине мы можем найти телевизор 32 дюйма за 23 тысячи рублей на компьютер юниорс можно купить за 16 экономия ни о чем согласитесь потому что в нашем местном магазине мы можем походить в магазин по выносить мозги продавцу сказать что я потребитель вы меня обманули давайте мне два или три телевизора взамен этого а то я там сделал ролик на ютубе у меня будет 100 просмотров я вас там изничтожил ужасная компания но мы с вами переплатили там 5000 до например у нас с вами в конце концов есть какая никакая гарантия что с компьютер юниорс мы с вами не переплатили 5000 но мы с вами не выносим мозги если телевизор пришел битый то мы с вами кучу времени без телека потому что нужно будет отправлять всякие акты составлять это головняк то есть мы все люди на работе это тоже лишние там нервные нервозные состояния никогда хорошему-то и не приводили и там те же самые битые пиксели то есть много короче нюансов и вот 5000 экономии вот вы именно в сумме там 20 25 тысяч рублей я считаю что такая достаточно несерьезная экономия но если мы с вами говорим о теле как 49 дюймов то у нас такой телевизор может стоить 45 а у немцев он может стоить 20 а если мы еще рассматриваем категорию уцененные товары те же самые телевизоры то у немцев можно найти телевизор 60 дюймов 55 дюймов за 40 тысяч рублей в то время как у нас такие телевизоры будут стоить 90 100 тысяч рублей и даже больше теперь когда вы это все понимаете когда вы верите мне на слова если не верите это зашли на компьютер и универс быстро да так зашли посмотрели друзья и вы поняли что я прав у вас возник вопрос а почему бы и не заказывать на компьютер и универс ведь наверняка же есть способы да что потом либо у себя стоят либо перепродавать то есть теми же самыми с той же сам бытовой техника холодильники стиральные машины посудомоечные машины холодильники те же самые липхер на компьютер и не стоит гораздо дешевле баши при том там все немецкой сборки несмотря на то что все эти штуковины весят невероятно много экономия получается просто невероятно и в три раза даже в четыре раза как нам с вами заказывать и как нам с вами сэкономить мой изначальный план действий я думаю окей то есть принципе то сложного ничего быть не должно наверняка есть посреднические компании в этом ролике не будет рекламы если бы она была было бы круто но все будет абстрактно есть некая абстрактная грубо говоря посредническая компания которая находится в германии которая для жителей россии вполне себе окей работает мы с вами заходим на ее сайт ищем предложение по покупке товара из компьютер-юниверс и сразу сталкиваемся с несколькими сложностями во первых купить товарный в компьютер-юниверс достаточно просто но если мы с вами говорим о тех товарах на которых мы с вами хотим сэкономить или грубо говоря заработать это обычно товары либо объемные либо весовые соответственно их нужно как-то доставлять она явно вот это вот вещь там какой-нибудь холодильник либо телевизора не войдет какой-нибудь там hyundai gets hyundai акцент я не чаще там за хрень вообще бывает в мире то есть нужно будет заказывать отдельную машину соответственно мы с вами нашли посредническую компанию мы передали деньги посреднику мы заплатили пас процент посреднику он купил товар на компьютер-юниверс как этот товар он повезет скорее всего будет нанимать служба доставки служба доставки повезет этот товар на склад к посреднику с которым вы заключили договор а вот дальше два пути и из этих двух путей самым лучшим будет второй первый это мы вот этим уже посредником отправляем к нам в россию например до адреса либо до склада разгрузки что по прайсу просто невероятно получится дорогие практически полностью все выгоды нивелируются либо мы ищем другую транспортную компанию но это не будет diashelf и дикс и прочее потому что они тоже не доставляют крупногабарит это будет какая-то транспортная компания что занимается перевозами сборок по даже не по всей россии я даже не знаю по всему миру но вот карга на этим занимается хотя может быть и нет я честно говоря сомневаюсь если карга это русская компания киньте в меня камень но в любом случае нужна какая-то международная транспортная компания и так мы например с ней заключаем договор она забирает транспортная компания абстрактная да она забирает у человека у посредника в германии ваш груз везет его в екатеринбург каждый километр стоит определенных денег привозит на склад в екатеринбурге вы со склада опять-таки будете либо заказывать доставку до дома что обычно тоже не так уж и выгодно либо будете отдельную транспортную компанию там службы доставки нанимать чтобы со склада забрали товар и привезли уже непосредственно к вам таким образом теле который стоит например 40 тысяч рублей у нас он стоит 90000 рублей выходит вам вместо 90 ну порядка там 70 тысяч рублей и получается та же самая хрень как и с телеком 32 дюйма у нас в принципе есть достаточно выгодное предложение у нас есть товар на руках который мы с вами купили дешевле чем все наши предложения в городе но мы с вами по сути не видим гарантии потому что ну такой большой телек вы обратно никак не отправить вы придете на почту россии вот с такой вот бандура я вот сейчас так показываю представьте что-то в пять раз больше вы придете еле-еле его занеся скажите мне нужно отправить телевизор вам скажут нет соответственно нужно будет опять нанимать транспортную компанию и расходы на отправку вот это вот херни они будут ну порядка двадцатки тридцатки представьте 20 тысяч чтобы отправить телевизор компьютер юниверс не будет вам возвращать деньги транспортных она будет возвращать деньги например только со склада посредника до склада Компьютер-юниверс, там, грубо говоря, 4 евро, например. Так считайте, что гарантии в этом случае у вас нет. Есть риски того, что в процессе вот этих всяких перекладываний могут что-то повредить, потому что, друзья, я работал в транспортной компании, я видел, как относятся к товару, я видел, как товары с надписью «Осторожно, хрупко» и прочее, они реально падали, разбивались, и бывало всякое, и, соответственно, если телевизор у вас упал, его поднимут и думают, что все окей, но когда к вам придет телек до дома, вы его распакуете, увидите, что на матрице огромная трещина на полэкрана, вы кому будете предъявлять претензии? К службе, которая доставляла со склада перевозчика? К перевозчику, который перевозил Германию и Екатеринбург? К посреднику, который перевозил компьютер-юниверс, склад посредника? К компьютер-юниверс, который изначально продал бракованный товар? Вот эта вся схема, вот эта вся цепочка, она абсолютно невыгодна конечному покупателю, и от этого выгода полностью нивелируется. Я изначально думал, что вот она, золотая жила. Но на самом-то деле все оказалось гораздо хуже, и теперь последний момент, который забьет гвоздь в прыжку гроба по поводу разговоров, а можно ли заказать товар, который не доставляется на территорию Российской Федерации обычными способами. Цены для жителей Германии будут совершенно другими, нежели чем для жителей России, и они будут капец как сильно отличаться. Если, например, телек мы с вами покупаем, его стоимость 400 евро для жителей России, то для жителей Германии он будет 500 евро, потому что, друзья, прибавляйте... НДС, по-моему, ват у них он называется. Разница в сумме будет значительная, а вы-то будете платить немцу. А немец-то будет делать вид, что он покупает себе. Он же не скажет, что мне русскому другу, иначе бы тогда все немцы ходили и говорили, мне русскому другу купить. Дайте, пожалуйста, подешевле. То есть вы будете переплачивать даже за цену. Поэтому, в принципе, все те товары, которые, казалось бы, очень выгодны и интересны, в категории не доставляются в Российскую Федерацию. По факту, когда вы непосредственно доходите до процесса оформления, все усложняется и выгода нивелируется. И это я не говорю о том, что вас где-то могут кинуть. Просто-напросто вы переведете деньги, а завтра сайт недоступен. Такое тоже может быть. Да, вот нужно, конечно, изучать отзывы, но вот если вы видите какое-то ультра-супер-крутое предложение, вы думаете, блин, его сейчас купят. Вот у меня также было с телевизором 60 дюймов 4К, изогнутая матрица была. Он стоил 23 тысячи рублей за 55 дюймов. Я был готов деньги уже нести, но потом, когда начал разбираться в ситуации, понял, что вместо 23 мне реально все это выйдет в 60. Я вот сейчас не шучу. То есть реально 60 дюймов выходит по доставке порядка 30 тысяч. Огромные, огромные деньги, друзья. И вот эта сумма, она-то в основном как раз-таки и складывается из-за перевозки Германии, Екатеринбург, из-за километража. Можно перевозить там судом, например, можно, я имею в виду там пароход какой-нибудь, корабль, грубо говоря. Можно перевозить самолетом, но вот эти вещи я не изучал. Возможно, там будет дешевле. Но тем не менее, представьте себе, сколько здесь заморочек. То есть, с одной стороны, есть выгода, все окей. С другой стороны, это те вещи и та экономия, которая не стоит того. Закажите 10 таких телеков и сэкономите деньги. Закажите один такой телек, вы останетесь без гарантий и с кучей рисков. А если вы закажете 10 телеков, то, друзья мои, не нужно забывать, что Российская Федерация очень любит налоги. И все эти мемы про Путина, а где мой налог, на самом-то деле они все и являются действительностью. Потому что закажи вы 10 телеков, телеки сочтут коммерческой партией, вы будете платить налог. И помимо того, что телеки выйдут вам в круглую сумму, дай бог, друзья, чтобы они вышли хотя бы дешевле того, что продается у нас. Либо хотя бы наравне с этой стоимостью, что продается у нас. Потому что в России заработать честным трудом практически невозможно. Кто бы что ни говорил. Очень сложно, очень, друзья, очень и очень сложно. Могу еще 100 раз сказать сложно. Те, кто зарабатывают честным трудом, вы сами видите, в каких условиях некоторые люди оказываются. А вот для того, чтобы, грубо говоря, открыть свой бизнес, друзья, уж простите меня, нужно сначала кого-то наебать, а уже потом идти и заниматься каким-то своим собственным делом. Да, это лирика, возможно, это тема для стрима, который когда-то в абстракционном будущем будет. Но, тем не менее, в данный момент с заказами товаров вот такая вот чепуха. Спасибо, что посмотрели этот ролик, друзья, если вы не делали заказов на компьютер-юниверс, но нашли для себя какой-то товар и хотите его заказать, введите промокод, который видите на экране, он будет, наверное, где-то здесь. Я продублирую его в описании, заходите в корзину, введите и при первой покупке у вас будет скидка 5 евро. Я считаю, что это круто. Мне за ваш ввод скидки будет такой небольшой подспорь и, не знаю, мотивация для выпуска и вдохновения на следующие ролики. Друзья, всем спасибо, если понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важна ваша активность. Я сильно извиняюсь, что затянул ролик, но я надеюсь, что он был очень интересный. Всем, друзья, спасибо, хорошего дня, вечера, приятного аппетита и всем пока!